Бисмиллах, альхумду лиллах, салату ассаламу аля Расулю Аллаху, аля аля и асхабе, амину аля маба'д. Говорит о хадису санью аль-Ашрун ба'даль-миятейн, 222-й хадис книги, Анабдиллах ибн Умара, радия Аллаху, анух макал. Приходит от Абдуллах ибн Умара о том, что он сказал, Раиту Расулю Аллаху, салалаллаху алиусаляму, хина кадима макката, Говорит, я видел, как посланник Аллах, салалаллаху алиусаляму, когда прибыл в Мекку и дотронулся до черного угла, то есть имеется в виду до угла, в котором черный камень. То есть первый свой талаф, то есть талаф прибытия, когда он совершал, делал бег в течение трех кругов. То есть первые три круга бежал трустой. Аль-Гариб говорит, какие непонятные слова есть в этом хадисе. Исходя из этого, то есть хабаб и рамал, это примерно одно и то же, то есть два синонима. Говорит, какой вообще смысл хадиса. Говорит, ибн Умар, то есть стремился к тому. Чтобы следить за деяниями пророка, салаллаху алисаляму, и познавать их. А также старался искать эти деяния его, узнавать про них. Поэтому, говорит, именно ибн Умар описывал талаф пророка, салаллаху алисаляму, который он совершил при прибытии. То, что пророк, салаллаху алисаляму, совершал бег трустой во время первых трех кругов полностью. То есть, что и значит куллюха здесь в данном случае. Имеется ввиду, помните, когда мы разбирали до этого, когда пророк, салаллаху алисаляму, совершал Умар тул-када, он делал бег первых трех кругов, кроме как между двумя еминскими углами. Между двумя еминскими углами шел пешком. А вот это уже другой, это уже хадж-ль-вада, то есть, совершение прощального хаджа. Здесь указывается, что пророк, салаллаху алисаляму, бежал все три круга куллюха полностью. То есть, уже между двумя еминскими углами не шел пешком, а тоже бежал. Говорит, куллюха, ба'дам ястелиман хаджалал асвад. Это после того, как он дотрагивался до черного камня. Аль-надзиху муктада кулли таваф, который является началом каждого отдельного круга, или каждого тавафа. Тазаккуран лихалихим ас-сабика. Это почему пророк, салаллаху алисаляму, делал, как напоминание им прошлого. То есть, напоминание того, как они делали умр тава, и из-за того, что наблюдали за ними многобожниками, бежали три круга для того, чтобы многобожники увидели их силу. Здесь уже многобожники были или нет, при совершении хаджа тава, многобожников не было. Но пророк, салаллаху алисаляму, все равно совершал этот бег. Почему, говорит Тазаккуран? Для того, чтобы это стало напоминанием лихалихим ас-сабика, тому положению, на котором они были ранее. То есть для того, чтобы напомнить день, когда они это делали, для того, чтобы вывести из себя и разлобить или озлобить кого? Многобожников. Майо Хадумин Ал-Хадис. Говорит, что берется из этого хадиса. Первый стих Бабль Хабаб Ухвар Рамал. Говорит Ар-Рамал. Это желательность Хабаб, а это и есть Рамаль, то есть желательность бега труссой. Фил Ашвата Саласал Ухвар Куллиха. Во время совершения, то есть Таваф Ал-Кудум, в первых трех кругах полных. Говорит второе. Указание на то, что четыре остальных круга из семи человек совершает пешим, не бежит в них. Даже если он вообще не бегал в первые три круга или пробежал часть трех кругов, а часть трех кругов прошел пешком. Как мы говорили, упущение бега в первые три круга не влияет на вид совершения остальных четырех кругов. Они в любом случае совершаются пешком, без бега. Видишь, говорит, в этом случае он не восполняет этот бег. То есть если не пробежал первые три круга, то три круга не восполняет. Потому что, говорит, это сунна, время и место, которое уже ушло. И четыре последних круга в них нет и неузаконено совершать какой-либо бег. Третья алхаба говорит, что необходимость бега трустой в полные три круга, это действие, которое совершил пророк, не во время совершения умры, но во время совершения уже чего? Третья алхаба говорит, что пророк совершил при прощальном хадже, является аннулирующим тому, что было совершено при умрате л'каба. То есть что было при умрате л'каба? То, что между двумя именскими углами шли пешком, а остальные круги шли или бежали трустой. Говорит, а во время прощального хаджа все три круга полностью бежали кругом, уже между двумя именскими углами пешком не шли. Говорит, что аннулирует второе. Хаджи тул'ада, действие, которое совершалось при хаджи тул'ада, аннулирует то действие, которое совершалось при умрате л'каба. Почему? Потому что, говорит, совершение хаджи тул'ада более запоздало, более позднее, позднее, нежели умрате л'каба. Говорит, и потому что слабость, которая была у мусульман И которая была запретительным фактором им пробежать три круга полностью Говорит, сейчас уже исчезла То есть помните, почему пророк С.А. разрешил им бегать между двумя Точнее идти пешком между двумя минскими углами Потому что они были слабыми Так приехали с Медины, болели и тому подобное Поэтому пророк С.А. пожалел их И разрешил им идти между двумя минскими углами пешком Потому что многобожники их там все равно не видели Так, а сейчас, говорит, это причины есть или нет? Нет, ничего запрещающего нет. Люди здоровые, поэтому что делать? Бегают все три круга полностью без прерывания на пеший ход. Говорит, четвертое, говорит, пророк, бежал трустой первые три круга, даже во время совершения хаджи тул'ада, вместе с тем, что причина уже ушла, причина уже залят, то есть ушла, многобожников уже не было. Для чего пророк с Аллахом тогда бегал? Для того, чтобы, говорит, напомнить этим то тяжелое положение, в котором они были ранее. Поэтому мы тоже бегаем первые три круга при совершении талафа кудум, для того, чтобы оживить это напоминание. Пятое, истиламуль хаджрил асватфи ибтидакулли талаф. В этом хадисе указание на то, что при начале каждого талафа необходимо дотрагиться до черного камня. Также, когда ты проходишь мимо черного камня в каждом кругу, то есть сначала было фекулли талаф, в каждом талафе, то есть талаф состоит из семь кругов. А также, говорит, то есть если ты начинаешь талаф, какой бы ты талаф ни начал, когда бы ты не совершал талаф, ты должен начинать его с черного камня. То же самое, говорит, в каждом кругу еще. Когда проходишь черный камень, тоже должен до него дотрагиваться, если, говорит, это для человека легко и не составляет сложности. И ранее мы уже разъясняли то, что также является узаконенным черный камень целовать, а не просто до него дотрагиваться. Ставим далее.